Ола Амигос, на связи Матвей. И сегодня в этом видео, как достаточно опытный игрок, который играет на телефоне в 6 пальцев, я вам расскажу, как настроить самую идеальную раскладку в мобильном Фортнайте. Специально для этого ролика я разобрал все функции механики игры по пунктам, на которые ваше управление в Fortnite Mobile обязано отвечать. Только соблюдая все эти пункты, ты сможешь создать самое идеальное управление в Fortnite Mobile лично для себя. Кто еще не понял, то в этом видео я не собираюсь вам просто тупо показывать готовые макеты интерфейса, чтобы вы их себе переносили на экран. Я помогу лично тебе создать максимально удобное и максимально эффективное управление, которое будет отвечать на все функции игры в Fortnite. При этом это видео будет актуально не только для новичков, которые только хотят настроить свое управление, но также для профессионалов со своими раскладками для того, чтобы понять, идеально ли у тебя управление или все-таки нужно в нем что-нибудь поправить. Хотя я уверен, что после просмотра этого ролика до конца, каждый зайдет в Fortnite и сделает хоть какие-то, но все-таки поправки в свою раскладку. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает и только твоя подписка сможет все исправить. Также обязательно поддерживай наше мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автор Мотивкар смело води и покупай исключительно с ним. Также не забывайте про прямую поддержку нашего комьюнити через Донат Шнолер. Ссылочка в описании и в той же ссылочке расписаны все привилегии, которые вам дает ваш донат. Ну а вот три первых комментария, которые вы оставили под последним видео на канале. Ну и наконец, не могу вам не порекомендовать наш новый Дискорд сервер, который мы настроили с самого нуля. Там интересно, безопасно и весело. В общем, если ты играешь в Fortnite Mobile, то обязательно присоединяйся по первой ссылочке в описании. Огромное спасибо вот этим вот трем ребятам, ведь без них этого сервера бы вовсе и не было. Надеюсь, вы меня поняли. И теперь давайте я наконец-таки расскажу и помогу лично тебе для себя настроить идеальное управление в Fortnite Mobile. Уверен, такого ты еще точно нигде не слышал. Хочу предупредить сразу, что в этом ролике я не собираюсь вам в общем рассказывать, как настраивать раскладку в Fortnite Mobile. Потому что я это уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео. В этом же видео я вам просто расскажу все функции, на которые должно отвечать ваше управление, если вы хотите профессионально играть в Fortnite Mobile. Что ж, поехали. Первая функция самая базовая. Она заключается в том, что вы должны уметь одновременно двигаться, вертеть камерой, прыгать и при этом еще и стрелять. Как вы можете заметить сейчас на видео, то я могу спокойно бежать, вертеть камерой, да и при этом еще прыгать и в придачу стрелять. Как по мне, функция очень полезная, потому что в игре часто бывают такие ситуации, по типу, когда вам нужно бежать в зону, да и при этом еще отстреливать противников сбоку. Данная функция легко решает эту проблему. И насколько мне известно, то с дефолтной раскладкой в Fortnite Mobile вы такого делать не можете. И эта фишка относится не только к стрельбе, также это можно делать и со строительством, допустим, бежать вперед, прыгать и сбоку ставить какие-то постройки. Таким образом, эффективность вашей раскладки в Fortnite Mobile повышается до уровня управления на компьютере. Вторая функция, на которую должна отвечать ваша раскладка в Fortnite Mobile, связана с расположением слотов для оружий. В дефолтом управлении все слоты для оружия выстроены в одну сплошную линию и, честно говоря, это не самый удобный вариант для их использования. Для того, чтобы быстро достать любой предмет из вашего инвентаря, сделайте слоты для предметов немного покучнее, например, как это сделано у меня. Если бы мои слоты были выстроены в одну линию, мне бы пришлось ломать пальцы, чтобы достать самые крайние предметы. А так я просто перенес пару слотов на уровень повыше, тем самым в любой непонятной ситуации могу быстро и эффективно достать любой предмет из моего инвентаря. Следующая функция тоже, как ни странно, связана с расположением вашего инвентаря, а конкретно с одним особенным слотом. Я имею в виду кирку. Насколько вы должны знать, то в управлении Fortnite на компьютере для того, чтобы достать кирку из вашего инвентаря, существует специально отдельная кнопка. Такое же нужно повторить и в нашем управлении. Например, я перенес слот с киркой в самый низ и управляю этой кнопкой другим пальцем. Тем самым могу очень быстро и эффективно менять кирку на какой-нибудь другой предмет из моего инвентаря. Четвертая фишка, которая также обязана быть в вашем управлении Fortnite Mobile, тоже связана с вашим инвентарем, а конкретнее с его доступностью в разных режимах игры. Также эта функция применима и к слотам выбора построек. Воображаемая ситуация такая. Вы спокойно себе строитесь, как вдруг замечаете противника. Ваша задача как можно скорее достать оружие и убить противника. Если мы это будем делать по дефолтному управлению, как первоначально установлено у вас на телефоне, то нам нужно будет сначала отменить режим строительства, только потом достать нужное нам оружие из нашего инвентаря. Таким образом мы лишний раз нажимаем на эту кнопку и тратим драгоценные секунды. Я эту проблему решил максимально эффективно, я могу спокойно себе строиться и в нужный момент сразу же выбрать нужный предмет из моего инвентаря и в тот же миг его достать, лишний раз не нажимая на эту кнопку. Ну или наоборот, я спокойно себе стою, отстреливаю противников, как вдруг по мне начинается встречный огонь. Моя задача как можно скорее застроиться, чтобы мне сняли как можно меньше хп. По дефолтному управлению нам нужно будет сначала выбрать режим строительства, потом выбрать нужную опцию постройки и только после этого начать застраиваться. Уверен вы согласитесь, что за это время вам могут сбрить чуть ли не все хп. В моем же случае я могу сразу выбрать нужную опцию построек и в то же мгновение их возвести. При этом лишний раз не нажимая на эту кнопку и экономляя считанные секунды, за которые мне бы могли снести достаточно большое количество хп. Эта же функция относится и к режиму редактирования. Допустим, я спокойно редактирую себе стенку, как вдруг по мне начинает стрелять. В тот же миг я могу спокойно достать дробовик, ппшку, любой предмет из инвентаря, даже кирку могу достать и ответить моему врагу тем же. Это же также относится и к режиму строительства. Допустим, я спокойно редактирую стенку, как вдруг мне нужно резко поставить лестницу или конус. Я это могу спокойно сделать в этот же миг. Подобная функция сделает вашу раскладку максимально эффективной и сильно поднимет уровень игры. Ну и последняя, пятая функция, которая просто 100% должна быть в вашем управлении Fortnite Mobile, связана с придвижением вашего персонажа в самой игре. Эта функция сделает вас более маневренным и менее уязвимым для вашего противника. С этой функцией в вашем управлении будет особо удобно зажимать кого-нибудь в вашем боксе. Фишка в том, что вам нужно будет одновременно уметь приседать, целиться и при этом вертеть камеры. Ну и еще вдобавок передвигаться. Выглядит это примерно вот так. Допустим, вы перестреливаетесь на автоматах со своим противником. Вы можете засесть за любое укрытие и вот таким вот аккуратным способом его спокойно отстреливать. Прям как настоящий игрок на компьютере. Такое вы точно не сможете повторить в дефолтной раскладке в Fortnite на телефоне. И я уверен, если вы будете играть с другим мобильным игроком, то точно сможете его удивить такой функцией в вашем управлении. Такую функцию в своей раскладке я реализовал достаточно легко. Я просто разгрузил управление максимально равномерно между своими шестью пальцами. Одним пальцем я спокойно перемещаю своего персонажа, другим спокойно двигаю камеру, другим спокойно нажимаю на кнопку выстрела, ну и последним четвертым пальцем я просто нажимаю на кнопку приседания. Тем более, если миксовать все фишки из этого видео в своей игре, то получается очень эффективная игра. Допустим, я стою и перестреливаюсь со своим противником, вдруг он начинает по мне стричь на огонь, я в этот же миг без проблем быстро застраиваюсь, бегу к нему пофайтиться. Далее, пока я строюсь и к нему одновременно подбегаю, быстро выбираю нужное оружие, даю шот и тем самым убиваю. Согласитесь, что в таком случае моя игра будет максимально похожа на игру на том же самом компьютере или консоли. Надеюсь, эти фишки для улучшения игры в Fortnite Mobile были вам полезны. Скажу сразу, что это были не все фишки, которые у меня есть для улучшения раскладки в Fortnite на вашем телефоне. Если эта тема вам интересна, то как только под этим роликом соберется более 500 лайков, я обязательно выложу вторую часть этого видео, в котором я также расскажу про последние оставшиеся функции для вашего управления в Fortnite Mobile. Ну а вы пишите обязательно в комментариях, какие функции из этого видео у вас уже были в управлении, а какие вы только собираетесь добавить. Ну а если вы еще здесь, то обязательно пишите в комментариях словосочетание «Идеальное управление», так я пойму, что вы досмотрели этот ролик до конца и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.